Идем планировать перебной цех. Что у нас? Здесь какие-то сражения, какие-то не очень нужные. Вот у нас рам. Так, а здесь мы сейчас посмотрим, что мы можем из этого сделать. Какие-то идеи у вас там уже. А я вот это и хочу сделать. Ну, так это можно будет там. Если там нужно будет, можно будет исправить. Можно будет вместо этого. Этого столба поставить другое, это убрать. Эти клубы водяные, они не идут здесь? Нет, нет, нет. Это просто отвор на ферму летний вариант. Нет, здесь все были деревья, а как? Это летний вариант, осенью это снимается. Там у них просто театр. Ну, что, чтобы поднимется? Нет, нет, нет. Вот, вот тут, наверное, она так и будет вот рядом. А знаете, почему? Откинул, там можно крутиться. Да, вот там, наверное, будет посадочная. А знаете почему? Потому что вы видели, я вчера залезал, бочка сама по себе, сколько? Метр двадцать пять. И я еще два метра. То есть, три пятьдесят мы вместе получаемся. Ну, три двадцать пять. Ну, то есть, нужно место. И если поставить ее здесь, то сама бочка просто будет вот так. А как ее трамбовать? Пилами ничего не уйдет. А трамбовать ее как? Отсюда трав какую-то. А, да придумаем. Здесь, значит, надо копать тогда и делать стенки. Вот, а здесь высоко, и здесь человек спокойно может себе трамбовать ее под самый верх. Это, во-первых. Во-вторых, что высоко, вот эта деревянная перемычка находится, она немножко там все равно дает тепло. Ну, так достаточно дает тепло. То есть, да, чтобы там ничего не загорелось, так и безопасно будет. А если еще можно жесть обшить? То есть, на это еще можно дымоход. Да. Только начинать, а вода не стекает. А там уже... Дымоход пойдет выше. И вот здесь можно... Винтекация. Я думаю, преспокойно, вот здесь можно делать вот этот, П-образный фундамент, просто сделать вот размеры. Ну, чертеж все равно нужно будет такой сделать, чтобы знать. Ну, конечный результат, как это все... А в крайнем случае, можно штык еще два выкопать вниз, углубить. Выкопать, это да, можно. Что? Здесь выкопать, получается, для топки под бочкой. А топка, она все равно будет? Она такая, как подвальчик, так под землю? Да, да. А ты хотела еще поддувало или нет? А обязательно. Да, да, да. Обязательно. Да, потому что, чтобы не задыхать. Поддувало можно делать... И посадка... Тут отлично. Бочка... Да. Бочку тут все равно будете делать... Ну, еще нужно фундамент. И фундамент, мне кажется, что нужно так сделать, так, ну, саму печь. Наверное, чуть так потолще. Она чем толще, тем, мне кажется, может, ну, больше выдержит вот этих варки. То есть, если тонкая, то... Чтобы не треснуло, да. Такая толстая. Фундамент иметь все под... Под бочкой. Под бочкой вообще будем складывать кирпичи такие. А если огнеупорные? Огнеупорные. Купить. Фундамент все равно со временем будет... Трескать, да? Конечно. Лучше сделать... Саму печь сделать лучше из кирпича. Ну, он так трескать, что... Кирпич, кирпич, кирпич. Вот такие... Ну, вот... Я просто говорю, вот у меня вот топка, там просто... Ну, для того, чтобы его там не... Я бетон обыкновенный сделал. Чтобы ее не... Ну, бетон, но там усиление мощное дал. То есть, арматуры там много. По всему. Я ее сшил так, то... То есть, она, ну, невозможно разорвать. Но если очень постараться и сильно разжигать вот этот огонь, так, чтобы ее... И особенно... Особенно если не дождаться, пока он нагревается медленно, то есть, я всегда не даю ударный такой вот огонь. Понемножку, 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 чтобы все равномерно разогревалось. Чтобы не было вот перелома этих температур. Потому что земля холодная, а здесь уже жарко, и оно будет сламываться где-то в каком-то месте. То у меня работает уже сколько лет. Ну, а... Если сделаете скрепича, то это, наверное, будет вообще надежнее. У нас есть бушный тешевый. Силикатный. Конечно. Ну, то вам получается тогда выкопать вот здесь это место под бочку и все, и здесь соорудить вот саму печь. Да, и там еще дымоход должен вместиться. Дымоход и температура, чтобы не сильно печь. А дымоход весят в сторону, да? И вверх, и вот это... Нет, я думаю, что... Ну, в принципе, это не надо. А вот эту трубку вывести, чтобы вода... А прямо просверлили на улицу. И вторая, и вторая пица. Да, и у вас где-то получается... В принципе, у вас что-то получается такое точно, как у меня. И здесь вот где паковать? Точно такое. Мы сделали сначала навес, вот это 6 на 12, а потом оказалось вот точно такое же, а потом вдруг себе подумали, и оказалось, что здесь еще целая комната. Вот тут вот это... Да, я хотел сказать, что здесь котел, автоклав, и у вас здесь получится... И тогда будем его собирать. И все, хватит. У вас здесь получится... У вас здесь получится просто автоклавное. У вас здесь получится еще станок вот этот для нарезки рукава, там и этого всего. Это будет все в одном месте. Потому что вы здесь будете паковать, и здесь и рукав можно нарезать. Ну, вот станок у меня там простой, стол и куда рулон надевается, чтобы резать. Мешки имеете? Да, мешки. У вас просто будет на месте... Ну, так лучше всего. Вы здесь и пакуете, здесь и мешки. А автоклав на чем? А здесь... Нет, будет, наверное, на коне, Да, а вот здесь, вот здесь у вас лаборатории, я вам говорю, просто сейчас вот не спешите, там с покупками ничем, надо просто хорошо подумать. Да, если пошло на то насчет маленького автоклава вообще для лаборатории, там где вот банки стерилизовать, нужно подумать, не брать лишний объем, потому что его впоследствии придется нагревать этот лишний объем. Ты же не знаешь на сколько сейчас тебе надо. В практике она тебе покажет, мне нужно на столько лет, чтобы вместить эту посуду. Если это будет вообще на пробирке, то это нужно автоклав там на 10 литров, которые там на плитке можно нагревать. Если там в банке в перспективе, то у нас будет максимум, чтобы туда где-то банок 20 поместилось, пол-литровых. И все, а больше... Ну это литров 30 он будет такой, 40, да, где-то такой. А банки там ставят уже все закрытые, все... Хотя... Банки можно об этом большом начать? Хотя да, банки можно... Мне кажется, что здесь просто, в дальнейшем, вот просто получается вот это инокуляционный, где будет автоклав, и где можно будет инокулировать сами цели просто вот в этой комнате. Это возможно, это вполне реально сделать. Это будет стена, и вот тут будет вот эта комнатенка, ее будет хватать. Я не знаю, я же говорю, пока вообще не спеши, то если получается, там нужна просто одна лабораторная комната, только для лабораторных... Можно оставить эту маленькую. Можно оставить эту маленькую. Можно вот этот бокс стеклянный, его можно просто на полкомнаты сделать. Именно вот этот бокс. Я все-таки думаю, что так и будем делать. Это, во-первых, меньше расхода у нас, и материалы... Да, ну а зачем, да. Во-вторых, мы все равно здесь можем... Если это вообще не берем, все равно здесь можем сделать эти блоки, или эти... Да, вот тут комнату просто сделать можно. Нет смысла. Нету. Дай большой. Нету вообще. А вообще остается... А вот получается... А вот получается... Для варить пшеницу. А? Варить пшеницу. Здесь. Здесь тоже. Ну там же газовая... Коридория добратора. Да это не... Это решается. Но там все помещали. Коридоры не помещались. И здесь и сушка, здесь сушка. Ну там, там вот это... Здесь может быть сушка. Варить пшеницу, а вот это газ с баллоном. Вам получается тогда вот точно, что это маленькая вот комната, там просто будет, наполовину будет бокс. Ну вот этот сам, где ламинарный шкаф. И больше оттуда не нужно никаких функций. И все. И не нужно тогда это и комнаты. И там, да. И там все просто готово. Раковина с водой. Ну а там сделайте. Это сделаем из кочегарки. Там кочегарка выше, то есть ниже чуть-чуть, чем на крыло покрова. Да. А от крыши кочегарки до пола... Вот такие мы сейчас имеем исходный вариант. На какое там у нас число. Это 20 июня. Это с июля. 20 июля. Посмотрим через некоторое время, что у нас из этого всего получится. Это диск для жарки рыбы. Да, я вижу, да. Кругов, которые могут... А диск сам... А это аграрные эти. А, я понял. Это у нас то, что ломает траву. Траву, да, да. Ну траву ломают, когда поле начинают обрабатывать. Смотри. Можно сделать... Это вообще... Мы наделаем себе... Это что-то особое. Вот как... Вообще другой вкус. Вот это то же самое. Но вкус совсем по-другому. Так там же нержавейка должна быть на этом. Здесь переварили к этому. Есть другой вариант. Варится тоже ножка, круг, и это съемное. Просто ставишь на... А, чтобы круг отдельно можно было переставить. Другие делают сборные. У нас сделали. Да, это вообще. Я хочу себе такое сделать. Да, на природе, вы знаете, это вкусно получается. Фантастик. Такая сковородка. Очень хорошо. 700 вот на маленьком. А, еще еще? 700 грамм масла. Здесь просто... Здесь не важно. Здесь просто заварили. Здесь отверстие. То не нужно. Это не важно. Это просто заварили трубу. Мы просто... Ваша задача закрыть вот это центральное отверстие. А там дырка была? Да, диск крепится. Она не сквозная здесь. Нет, она сквозная. Просто ее заварили. Она сквозная. Просто поставили в трубу. Может просто залатать. Ну, так удобнее. Ставить. Классно. Это классно. 700 грамм где-то масла. Если вот у Афанасина улица там диск большой, там побольше. Надо уже... Знаешь, что я подумал?